Женщина позвонила с мочище. Говорит, котик, давай. Все, 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 тихо, тихо, тихо. О, такой бедный кот. Беленок нет, да? Ну, нет. Вот, все, зайчик мой, зайчик. Стой. Все его шпыняют, короче говоря. Вот он весь растесанный такой, ну, зайчик. Маленькие есть. Я думала, она его забрала с собой, она его просто тут и сидела, она даже не думала его забирать. Давай коробочку там возьми какую-нибудь. Сейчас назад дадим. Ну, вот мы бы сейчас приехали, а вдруг кого бы не было там. А когда он там за киоском спит? У него там ломка уже продавленная. Видимо, там живет. Вот он вот за этим киоском живет. Короче, это у нас вот мочище. Позвонить она, чтобы не шла что-нибудь. Ну, да. Там церковь, да? Струится, да. Вот в мочище такой котик живет. Ну, вот его забрали. Никто его домой не берет на лечение. Ну, скорее всего, это чесотка или что, кошачьи, не знаю. Сейчас дадим тебя в клинику, ты ее. Смотрите на лево. Да ты мой малыш. Кисюня. Здрасте. Здрасте. Ага. Ну, вот Юля пошла, нашла его там. Ну, он там просто сидит уже вторые сутки. Он виден, что домашний. Его просто, наверное, принесли туда, бросили. А он на всех бросает туда. Ну, а несколько дней, там, два-три дня у нас есть пьяница там приходит. Ей дают алкаши и менты на бутылку, она их убивает. Капец. Поэтому я просто своих держала в ягодном. У меня 12 собак было, все свои работы. А у меня соседи добрые. Подошли к вольере, дали пожрать, и половина подохла. Я сейчас мочище снимаю в дом. Ну, вот пока это самое, три собаки я сохранила. Тех, которых мне достались. И три кошки с собой. Потому что у меня в доме расписано, каждая кошка, собака, сколько штук у меня с собой. Ой, когда это уже закончится? Я вообще не могу уже просто. Здесь еще бегают бездомные. Ну, такие хорошенькие, брушенные. Ну, все надеются, бабульки у меня торгуют. Надеются, что их заберут, кормят они их. Ну, что делать, куда деваться. Ну, это на самом деле, вот я не знаю, ну, очень похоже на чесотку. Просто это уже запущенная форма. Ну, вот он, говорю, второй день. И вот он орет криком. Я просто, я еще со светлого женщина приезжу, ходит его. Девочка бы, она так не увидела. Дала ей покушать ему, и она увидела, и стала кормить. А он меня просто, я садил, беру. Давай, садил. У него все болит уже. Тут смотри, у него глазик голубенький этот. А тот зелененький, видите? Ой, на самом деле он очень ручной, ему на ручки надо. Господи. Зайтик, да подожди, давай, давай. Ну, давай, посиди в коробочке, мы тебя сейчас в больничку отвезем. Тебя там полечат чуть-чуть. Давай, поехали в больничку. Котик мой, поехали. Он очень ручной, очень, что болит на ручке. Господи, на ручке. Зайтик, ну подожди, подожди. Давай. Садись, давай, садись. Мы не знаем, что у тебя за болячка. Давай, мы сейчас в больничку весь горячий, он весь в коростах. Там просто жилого места нет. Мы же не знаем, что у тебя за болячка. Давай, сейчас приедем в больничку, а то у нас котятки в приюте. Дома котятки, ну, чтобы их не заразить, малыш. Сейчас поедем лечиться, все, поехали. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В чем проявляется милосердие? Милосердие, на самом деле, проявляется в помощи. Конечно, все мы люди, у нас у всех эмоции. Мы можем махать, охать, да, какие все соки, твари кончены. Ну, как обычно, да, видим там каких-то брошенных щенков, каких-то котяточек, да, которых не дотопили, или щенков вот сегодняшних наших, да. Этого кота, который просто сидел два дня, да, брошенный в мочище. Какого мы с Юткой поехали в мочище, собственно, да, там, к черту на куличке за этим котом. Просто мы не могли, как бы, ну, вообще не могли не поехать, потому что, ну, представьте, да, каждый из нас может оказаться в такой ситуации, выброшенном на улицу. Это даже сложно представить, на самом деле. Сразу вспоминаю пенсионеров, которые остаются без жилья, там, их дети выбрасывают и так далее. Ну, вот, собственно, это то же самое. И вообще это говорит о нашей культуре и о нашем небезразличии. И о вашем тоже. Я говорю про всех людей, кто помогает животным, на самом деле. Это очень важно. Когда Юля сегодня пошла к этому киоску, к синему, где сидел этот отход, ну, нам позвонила женщина, сказала так-то и так-то, вот он сидит. Страшно его даже нести. Ну, то есть, как бы, я вообще такого понятия не понимаю. Страшно везти. Мы недавно везли собаку Грома в машине с открытыми окнами. И люди ехали просто вот, у них, ну, выпадывал глаз при виде вот такой собаки, просто с дыркой в башке. Нам не было стремно, что он там выглядел так, да, что он вонял. И когда мы сейчас принесем этого кота в клинику, нам не будет стремно, что мы его принесли. Потому что, ну, как бы, мы спасаем животное. И животное ведь выглядит так, не по своей вине. Не потому что они какие-то зачуханцы, уродцы, да. Потому что до такого состояния их довели люди. Ну, довели, просто не лечили. Просто решили взять и избавиться от животного. А кот на самом деле красивый. У него один глаз зеленый, другой голубой. И я уверена, он будет красавцем. Котик вот, он даже в коробке не хочет сидеть. Он вот, видите, на ручке ко мне, на штаны вот так вот, знаю, сбоку, сейчас сниму, видно. Он вообще не хочет в коробке сидеть. И он на самом деле, наверное, безумно рад, что он сейчас едет с нами в машине. Мы уже вот почти что приехали в Новосибирск. Там пятый микрорайон, видно. Вот. И, в общем, когда Юля-то подошла к киоску, он на самом деле вышел и кричал, и радовался. И скорее-скорее Юля на ручки пошел, чтобы Юля его взяла. То есть он ждал людей, он тянется к людям. И он искренне просил помощи. Просто кричал о помощи. И двое суток, ну, просто вот он сидел там. Юля говорит, там ложбинка уже образовалась на земле, где он лежал. А ему просто некуда было идти. Потому что всем пофиг на самом деле. А он просто подходил к каждому человеку и просил помощи, чтобы его погладили, чтобы его накормили. И одна женщина только кормила его. Ну, а мы вот приехали, забрали. Сейчас в больничку поедем лечиться. В клинику ПЭС. Котик очень ручной на самом деле. Я уверена, что вот мы его вылечим. Он будет очень красивый. И хозяин, да, найдется. Мы приехали в клинику БЭС. Кота назвали Платоша. Платон. И вот он так смирно сидит и ждет приема в клинике. Вот он так в коробочке сидит. Скоро, скажи меня, врач посмотрит. Лечение мне назначит. Я обязательно поправлюсь. Буду красивым котом. И найду себе хозяина. Вот так. У него разные глаза. Голубой, второй, зеленый. Сейчас это, конечно, не видно, но когда он поправится, вы увидите его красивые глазки. Привезли кота с мочищи. Прошлые хозяева от него отказались и выбросили его на станцию мочищи. Он жил из-за синего киоска. Ждал, когда его кто-то заберет. Его все шпуняли и брезговали им. Да он домашний тоже чей-то. Просто ну как он в деревне там жил, ну вообще еще у кого-то видимо. Просто он по улице шарился, его просто взяли, потом принесли на вокзал. Он не смахивает, да, у него это не по носу, а выглядит более-менее цивиливно. Да, он все пытался уйти куда-то сейчас. Вот, живот у него мягкий. Мягкий. Вот. Вот. Болячка. Но он весь в таких горостах. Нет, это не горост. Это вылизывание. Вот, поэтому. Все. Угу. Поэтому цископ. Да, это сладкий. Да, это сладкий. Да, да. Угу. Так, цископ возможно потребуется взять несколько раз, потому что если это длинный коз, то с первого раза его можно не найти. Угу. 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 Ну он подкожно же, да? Да. Получается, его сложно будет определить. Сиди. Посиди. Сейчас на тебе. Не ходи, да. Цископы сделаем, посмотрим, что у тебя это. Там же вот лежала на месте, не ходила. Ну что, забегала. Сейчас мы взяли соскобы. Вот сушка взяли соскоб. Потом шею еще взяли соскоб. Вот он был головой. Весь коросток. Из головы еще взяли соскоб. У Платоша все-таки домашний был кот. Видите, он тряпочку нашел и лег на нее сразу. Вот, не куда-то лег. Вот. Думает, наверное, кот, как хорошо, что вы меня забрали. С улицы. Вот, все, да. Отвернулся. Вот, все, да. Наверное, эту тряпочку мы в клетку, да, там. Постелим. Не знаю, это как лечь. Вот, малыш. Вот. 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 Вот это вот я с телефона снимаю. Такой вот паразит живет на наших котики. Они людям опасны? Эскачи, они для кошачьих. Почему для головы? Потому что просто часовничные вещи, они обычно у собак. А вот эти паразиты, они... Короче, вот у нас у кота нашего. Подожди, надо сейчас. Такой он весь короткий. Живого места нет. Кожа вообще всякая. Корпа потрескнула. Вольно. Да ладно, потерпи, потерпи. Сейчас будем порвить сиденьчик и обрабатывать тебя. Вот такая у розовой кожи. Все воспаленное. Котика от клещей обработали каплями адвокат. С интервалом 21 день нужно обрабатывать. Одной пипетки на холку, там где нет пораженного места. В данном случае у нас практически все поражено. Нашли там одно местечко. Капнули. Вот. Вот. Сейчас обработали хлорексидином на воде. Вот. Хотя бы немножко воспаление снялось. Коту ставятся антибиотики. Вот. Пока вот он так себя чувствует. Это второй день после того, как мы его с улицы принесли. Конечно, у него очень сильное воспаление и абсцессы во все уши. Вот даже видно. Все уши прямо в трещинах. Живого места нет ни на лице, ни на лапках. На лапах тоже клещи. Вот. 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 Так что вот пока он живет у нас вот так в клеточке. И кто-то, если хочет помочь в содержании этого котика, принято, могут сделать пожертвование. Нам нужен корм. Наполнитель. Корм. У нас еще котики в крови утяжут. Вот. Еще у нас котик на карантине живет. Это наш шокер, если вы его узнали. Да, пока мальчик вакцинируется. Затем у него будет производиться операция. Также нам нужен спирт. Хворка в таблетках. Перчатки. Перчатки резиновые. Или вот такие, как на мне, латексные. Вот такие салфетки ровные нужны. Вот. Еще вам хочу показать полностью комнату. Мы делали ремонт в прошлом году. Потолок сделали. Крышу сделали. Проводку провели полностью. Это у нас карантинная комната. Спасибо большое всем людям, кто нам кафель надавал. Вот он, конечно, разноцветный. Ну и что? Зато чистенько и красивенько. Вот. Вот здесь у нас, правда, недоделка. Здесь у нас печка с той стороны. То есть отсюда тепло идет зимой. Вот на это место под окном хотим конвектор сделать. Здесь у нас тоже есть розетка. Здесь у нас всякие штучки для обработки. Лампочка. Вот клеточка с котиком. И вот с другой стороны вид. Вот еще осталась вагонка. Вот так у нас выглядит наша карантинная комната. Для больных котиков. Сюда вот еще потом планируем сделать полочки. Сюда еще одну клеточку наверх нужно поставить. А сюда мы хотим шкафчик вот этот повешать на стену. Вот так все сидим и ждем, когда новый комнат будет. Вот так все сидим и ждем, да? Вот так все сидим и ждем. Вот так все сидим и ждем, когда же нам откроет новый комнат. Правда? Котишки мои. Они мои зайчики. Новая проводка у нас. Лампочки купили. Розетку. Вот повесили. Картинку нам подарили. Вот холодильник у нас теперь. Вот отдельная розетка есть. Здесь также вот лампочки, патроны установили полностью. Делали все у нас. Вот что такое. Это наша Найда. Ой, трусишка, а. Помните, поймали щеночками? Вот она у нас сейчас спит на диванчике в приюте, да? Девочка, она очень трусишка. Очень-очень трусишка прячется она. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова